Потери оккупантов на линии фронта и возможные изменения в тактике врага, связанные с перестановками в Минобороны страны-агрессора, обсудим с военным обозревателем, бывшим спикером Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв сейчас с нами в эфире «Фридема». Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Владислав, ну вот посмотрели мы этот сюжет. Часть гробов из Макеевки, известного, уже отправилась в Россию. Россияне, с одной стороны, удивляются, почему власть замалчивает о реальных потерях, с другой стороны, отвечают на этот вопрос сами себе, мол, власть боится бунтов. Скажите, неужели эти бунты возможны? Безусловно, предпосылки для протестных настроений в Российской Федерации имеют место быть. Потому как в настоящее время нарушен тот самый общественный договор, который многие годы существовал в российском обществе. С одной стороны, всеми военными вопросами занимались профессионалы, а российское общество имело возможность наблюдать за победами российской армии с экранов телевизоров. В настоящее время, те самые российские граждане, которые до недавнего сидели на диванах, вынуждены получать оружие, облачаться в военную форму одежды, проходить курс подготовки и отправляться на фронт. Не имея ни навыков, ни знаний, ни соответствующей полноценной экипировки и обеспеченности всех этих процессов. Ситуация, которая случилась в Макеевке, она является таким очень важным фактором, который определяет неготовность российской военной машины обеспечить безопасные условия для размещения российских чмобиков, тех самых граждан Российской Федерации, призванные в рамках частичной мобилизации, должным образом. Причем история с Макеевкой, она лишь одна из многих, которая ярко подсвечена. А таких четких попаданий украинских «Хаймарсов» или высокоточных снарядов класса «Эскалибр» случается ежедневно по три, по четыре. Об этом и говорит представитель офис президента господин Арестович. Кстати, 31 числа случился прилет артиллерийских снарядов по одной из баз российских оккупантов в районе Шахтерска. Там также как минимум два десятка российских солдат погибло. Но с чем сейчас сталкивается руководство Российской Федерации? Они стоят на пороге принятия решений об объявлении очередной волны мобилизации. Звучат разные цифры, вплоть до полумиллиона граждан Российской Федерации планируется призвать. Я понимаю логику таких решений, потому как россияне несут огромные потери. Официальный мартиролог российских потерь, который озвучит украинский генеральный штаб, 113 тысяч плюс. И эти цифры ежедневно увеличатся, ну как минимум на полтысячи человек. Очевидно, что Путину надо продолжать ту самую мобилизацию. А о какой мотивации, какой готовности граждан Российской Федерации может идти речь? При условии, что они прекрасно знают, что для российских чмобиков, которые даже не попали на линии фронта, создаются условия, которые недопустимы в принципе. Они гибнут, гибнут в результате эффективного огня украинской артиллерии. Но первопричиной всего этого является бестолковое и глупое решение российского военного руководства, которое приняло такие решения, размещать на одной базе склад, где хранились боеприпасы и, соответственно, огромное количество состава. Да, Владислав, вот у нас есть титр «Удар по оккупантам в Макеевке» – это сигнал всем российским военным. Это сообщение от Главного управления разведки Минобороны Украины. Ну и давайте еще поговорим о том, в каком состоянии сейчас находятся российские оккупанты и изменения в Минобороны Российской Федерации. Но перед этим предлагаю вам посмотреть обращение так называемых вагнеровцев к Герасимову. Это начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, который они записывали буквально две недели назад. Начальнику Генерального штаба. Тогда подхватил это обращение и сам Пригожин, ну а теперь Герасимов, командующий группировкой ВОСК в зоне их так называемой спецоперации. В России заявили, что так надо для, цитата, «повышения уровня руководства этой спецоперации». Владислав, что вы думаете, почему произошла такая замена? Ну, во-первых, надо отдать должное коммуникации. Есть запрос от общества, да, вот тех самых российских наемников из числа частного военной компании, вагнеры, прямое обращение к начальнику Генерального штаба. Поступил запрос, есть реакция. Руководитель Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации становится руководителем так называемой специальной военной операции, в том числе и вот этих самых товарищей, которые имеют определенные претензии в адрес Валерия Герасимова. Буду с нетерпением наблюдать за развитием этой коммуникации. Думаю, что когда-нибудь она, возможно, станет публичной. Что же касается решения генерала армии Шойгу в части назначения Герасимова руководителем, как называемой СВО, оно совершенно логично, светить тех событий, которые всех нас ожидают. Путин продолжает повышать ставки. Ему крайне важно достичь реализации тех планов, о которых он мечтает. Взять полностью под контроль территорию Украины, но на первом этапе реализовать план Новороссии, то есть фактически аннексию низких регионов нашей страны по Востоку, Юго-Востоку и Югу. Ну и хотя бы на первом этапе выйти на границы Донецка и Луганской областей. С этой целью ему важно провести мобилизацию. Мобилизация не только российской армии и, соответственно, призыва достаточно большого количества российских чмобиков, дабы усилить боевые порядки тех самых оккупантов, действующих в рамках СВО, но и перевести фактически экономику Российской Федерации на рейки военного положения. Потому как силы и средства, необходимые для обеспечения деятельности российской армии, нужны колоссальные. Для того, чтобы этот процесс был управляемый и абсолютно рациональный, именно, я думаю, с этой целью принимается такое решение. Решение о назначении Герасима руководителем СВО. Ну и плюс Путин достигает еще одной важной цели. Он разводит по разные стороны баррикад те самые воинственные башни Кремля, которые между собой постоянно находятся в состоянии конфликта и соперничества. С одной стороны есть группа Пригожина, Золотова и Кадырова, с другой стороны есть группа Шойгу и Герасимова. И очевидно, что сейчас группа Шойгу и Герасимова выведена из-под опалы и включена в прямые и очень такие оперативные, интенсивные действия, связанные с введением так называемой специальной военной операции. Владиславович, скажите, чего теперь стоит ожидать тому же Пригожину? Вероятен ли вариант, что его хорошо загонят сейчас в какой-то угол и прикрутят те его политические амбиции? Путин платит плоти человек из спецслужб. ККБшное прошлое, оно откладывает определенный отпечаток и думает, что Путин в этой ситуации будет действовать по принципу разделяй и властвуй. И когда Пригожин кричал «Ату! Ату!» в адрес генерала Лапина или генерала Герасимова, но тем не менее Путин не поддался такого рода уговорам, а просто на время отстранил этих должностных лиц от управления военными действиями. Не думаю, что если сейчас будут звучать такие же заявления серии «Ату! Ату!» в адрес Пригожина, Путин также поддастся на такого рода уговоры. Скорее всего, будет определенное отодвижение частной военной компании «Вагнер» от принятия каких-либо решений, но Путин вряд ли откажется от участия этих самых наемников в активных боевых действиях, потому что расходный материал, малозатратный, но совершенно не имеющий никаких последствий в части своих потерь, потому что очевидно, что регулярно российская армия крайне чувствительно относится к потерям. Пример Макеевки тому и есть ярким подтверждением. Сколько погибло за это время вчерашних ЗК наемников из «Вагнера», одному только благоизвестно. Владислав, Суровикина называли в свое время генералом Армагеддоном и называют, считается, что он является автором всех массированных ракетных ударов по энергетической и другой инфраструктуре Украины. Назначен он был на свою должность, которую вчера потерял еще 8 октября. 10 октября, мы помним, Украину ждал первый такой ракетный массированный обстрел. Как считаете, как смена Суровикина на Герасимова повлияет на тактику ведения боев со стороны оккупантов? Что изменится? В армейском сообществе Герасимов пользуется авторитетом, заслуженным. Он серьезный теоретик военного искусства, военного дела. В принципе, именно он является создателем той самой концепции гибридной войны. Войны, которую в феврале 2014 года развязала Российская Федерация против суверенной Украины. Будет ли изменена тактика? Я думаю, что определенно коррективы будут. Но то, что путинская армия продолжит использовать доступные ей компоненты для реализации в том числе и проекта ракетного террора, это очевидно. Вспомним с вами события 24 февраля уже минувшего года и последующие дни. В те дни более 150 ракет ежесуточно прилетало на территорию нашей страны. Тогда не командовал специальной военной операцией Суровикин. Тогда иные должностные лица управляли этими процессами. Но тем не менее, ракеты в огромное количество прилетали на наши с вами головы. Очевидно, что и сейчас путинская армия будет реализовывать по мере возможностей и наличие ресурсов в ту самую тактику ракетных терроров. И об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорят ключевые спикеры Министерства обороны и Генерального штаба. Мы должны быть в готовности. В ближайшей перспективе, как только российская армия накопит соответствующие ресурсы, случится комбинированный ракетный удар. Почему комбинированный? Потому что, скорее всего, Россия не будет использовать не только ракеты разного типа и класса базирования. Будет использовать дроны Камикадзе. Будет использовать все доступные им средства для того, чтобы держать в напряжении украинскую систему противовоздушной обороны и пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру нашей страны, потому как ничего иного они пока на поле боя не могут предоставить и продемонстрировать. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный месяц назад буквально в интервью The Economist говорил, что Россия делает сейчас все, чтобы получить паузу в этой войне, заморозить ее, чтобы накопить ресурсы. В том числе последние сообщения говорят о том, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны увеличить призывной возраст до 30 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Песков. То есть накопление ресурсов идет по всем фронтам. Но и возвращаясь к заявлениям Залужного, он говорил, что даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он все равно проиграет. Что вы думаете, Владислав, о нынешней фазе и этапе войны? Очевидно, что нынешняя война – это война артиллерии. И, скажем так, условному снаряду 155-го калибра класса «Эскалибр» абсолютно все равно, сколько будет российских чмобиков сосредоточено в точке его прилета. Три или триста. Все они превратятся в пепел, потому как оружие очень мощное, боеприпасы очень мощные, и они несут катастрофические по своим последствиям разрушения. Поэтому, если Путин будет пытаться с помощью личного состава изменить ситуацию, а реально именно личный состав – это самая доступная для него опция, способная как-то интенсифицировать боевые действия, вряд ли он в этом противостоянии сможет выйти победителем. Потому что та техника, то вооружение, то оборудование, те боеприпасы, которые получает украинская армия от наших западных партнеров – это все смертоносное оружие, высокоэффективное, высокоточное оружие. И я не думаю, что у России хватит такого огромного количества людских ресурсов, чтобы на равных противостоять технологиям, технике, вооружению и современным боеприпасам, которые имеются уже в наличии украинской армии, и поставки которых, я искренне надеюсь, будут в перспективе увеличены. По крайней мере, 20 января я жду с нетерпением очередного заседания в рамках «Рамштайн». Думаю, на многие вопросы даст ответы. Да. Владислав, ну и не можем с вами не обсудить следующую тему. В Беларуси пытаются создать аналог ЧВК «Вагнер», пишет Deutsche Welle. Сообщается, что белорусское охранное предприятие «Гардсервис», единственное, которому указом Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило в данный момент численность своих сотрудников и готовится к участию в военных действиях. Собеседник этого издания считает, что сотрудников этого предприятия могут использовать в диверсионно-разведывательных группах и далее для штурмов, как наемников, собственно, российской частной этой военной компании «Вагнера». Ранее представитель силового блока объединенного переходного кабинета Белоруссии Валерий Сахащик, который, кстати, недавно встречался с Залужным, о котором мы говорили, заявлял, что в «Гардсервис» Владимир Путин инвестировал очень серьезную сумму и создает из нее вот собственный белорусский аналог «Вагнера». То есть российских зэков уже не хватает, теперь решили чистить белорусское общество. В определенной степени так, и опять же, я не могу не вспомнить фамилию Валерия Герасимова, как автора той самой гибридной, концепции гибридной войны, в котором в том числе и определенная роль отводится парамилитарным, негосударственным формированием. Думаю, что по такому принципу будут действовать и наши белорусские визовые, создавать те самые группировки частных военных компаний. Каким образом, когда их будут использовать и какие силы на территории самой Республики Белоруссии будут контролировать, будь то сам Александр Григорьевич Лукашенко, либо кто-то аффилированный с ним, возможно, какая-то третья сила, пока еще нет четкого понимания, но очевидно, что в гибридной войне Российской Федерации против суверенной Украины используются все доступные средства. Всегда ли они законны и адекватны ситуацией? Нет. Очевидно, что Путинская Россия пытается реализовать свой план, прибегая к любым форматам, методам и способам, законные, противозаконные способы. Их интересует конечный результат. И они дают результат работать. Ну а нашим воинам предстоит реализовать одну совершенно очевидную миссию. Уничтожать противника, который с оружием в руках пришел на нашу землю, потому как иного пути нет. Тактика, которую реализует украинская армия, она очевидна. Максимальное снижение боевого потенциала российских оккупантов всеми возможными и доступными средствами для того, чтобы дальнейшее контрнаступление украинской армии было максимально эффективным. Да. Владислав, спасибо вам большое за ваши комментарии и за этот разговор. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины, был с нами в эфире «Фридема». До свидания, Владислав.